Режим нерабочих дней сегодня продлили в пяти регионах России. Мурманской области в этом списке нет. Еще до начала нерабочей недели губернатор Андрей Чебис, напомню, подчеркнул. Оснований нет, эпидемическая обстановка сложная, но под контролем областных властей. А вот ковидные ограничения, несмотря на то, что темпы суточного прироста заболевших коронавирусом несколько снизились, сохраняются. Более того, к уже имеющимся объектам, на которые вход возможен только при предъявлении QR-кода, прибавились новые. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сегодня объявил губернатор Мурманской области. В регионе система проверки QR-кодов сохранится, сообщил Андрей Чебис и особо подчеркнул. Система, она доказала свою эффективность, так как носит не запретительный характер, а позволяет тем людям, которые подошли ответственно к своему здоровью, безопасности окружающих, постепенно возвращаться к нормальной жизни. И благодаря принятым мерам нам удалось стабилизировать ситуацию. Я честно скажу, что стабильность это очень хрупкая пока. Именно поэтому, чтобы сохранить эпидемическую ситуацию под контролем, с 11 ноября предъявлять QR-код будет необходимо также в торговых центрах, салонах красоты, спа-салонах, соляриях, банях и саунах. Вместе с QR-кодом граждан могут попросить предъявить документ, удостоверяющий личность. Региональный Минюст, правда, уточнил, жителям Мурманской области не обязательно предъявлять паспорт для подтверждения QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни. Ведомстве пояснили. Перечень документов, являющихся основанием для посещения организации, доступ в которые ограничен, является исчерпывающим. При проверке организациями предприятиями QR-кодов и документов на бумажном носителе сбор, хранение и передача персональных данных не осуществляется. Соответственно, нормы федерального закона от 22 июля 2006 года номер 152 о персональных данных в указанном случае не применяются. Другими словами, жители региона предъявлять паспорт не обязаны, но организации вправе идентифицировать своего посетителя. И удостовериться, что QR-код настоящий. Так что северянам к таким просьбам просят отнестись с пониманием. Продолжение следует...